добрый день друзья я владимир козловских это канал золото валюта богатство этот ролик 4 четвертая предпоследняя часть в роликах посвященных теме золото доллар рубль как сохранить стоимость структуру сбережения капитала ссылка на 1 2 и 3 ролики сейчас на экране и под этим видео его описание предыдущих трех частях мы с вами окончательно пришли к выводу что с точки зрения более качественного сохранения стоимости более качественными деньгами по сравнению с рядными валютами является золото и сделали оценку текущей позиции в золоте к рублю и в золоте к доллару а теперь объединим полученные нами предыдущих двух частях результаты то есть оценим нашу совокупную позицию в разрезе золота доллар рубль логика здесь очень простая поскольку мы с вами убедились в том что как минимум с инвестиционной точки зрения золото более выгодные деньги чем фиатная валюта валюта то дальше все просто мы находимся в позиции в деньгах то есть золоте и смотрим на возможные объекты инвестиций которые могли бы нам принести доход в тех деньгах которые мы считаем более качественными то есть в золоте естественно что мы можем принять несколько решений об инвестировании или работы в понижение параллельно с несколькими объектами в данном случае мы рассмотрели два таких объекта рубль и доллар как я уже говорил в предыдущем ролике учитывая предысторию поведения золота к хриатным валютам и наш долгосрочный прогноз по золоту долларе и рубле просто инвестировать из золота в валютах с очень высокой вероятностью достаточно сомнительное и рискованное занятие особенно особенно на средние долгосрочные перспективы с точки зрения технического анализа это будет игра против долгосрочных трендов роста золота на трендах младшего временного масштаба для того чтобы быть удачнее такая работа требует определенной квалификации именно то что в долгосрочном плане доллар и рубль находятся в тенденциях ослабления к золоту и отразила полученные нами предыдущих и отразили полученные нами предыдущих двух частях результаты в обоих случаях мы с вами получили длинную долгосрочную позицию по золоту как доллару так и к рублю напомню что я подразумеваю по длинной позиции золоте что я подразумеваю по длинной позиции в золоте к валютам исходя из того что мы полагаем золото более качественными то есть будет выгодными деньгами но деньгами то позицию полностью в золоте мы считаем нейтралaney то есть позиции деньгах и соответственно если из этой нейтральные позиции результате прогноза ростом золото какой-либо валюте мы принимаем решение о покупке золото за эту валюту то есть дополнительного золота то это приведет к кредиту в этой валюте и соответственно покупка покупки золото в кредит за эту валюту это состояние это Это состояние, то есть нейтральная позиция в золоте, плюс покупка золота в кредит за какую-либо валюту, я называю длинной позицией. Ее результатом является объем золота больше, чем собственный капитал в золоте и задолженность по кредиту в какой-либо валюте. Собственно, за счет которого и профинансирована покупка дополнительного золота. Соответственно, короткой позицией в золоте, в какой-либо валюте, я называю покупку этой валюты за золото из нейтральной позиции в золоте. В результате этой операции количество золота становится меньше, чем собственный капитал в золоте. Но появляются остатки в валюте, которая была куплена за золото. Эквивалентным понятием короткой позиции в золоте и в валюте является выражение инвестиций из золота в эту валюту. Чистой короткой позицией в золоте я называю ситуацию, когда все золото инвестировано в какую-либо валюту или несколько валют, или активов. И дополнительно принимается решение о дополнительном увеличении позиции в какой-либо валюте или активе, что требует кредитоваться в золоте. То есть в результате этой операции мы получаем остаток валют или активов больше, чем наш собственный капитал и задолженность в золоте. То есть мы получаем кредит в золоте. На самом деле такая ситуация с валютами в качестве активов может возникать крайне редко, поскольку пока в долгосрочной перспективе мы находимся в долгосрочных трендах ослабления валют к золоту. В других активах более сильных по отношению к золоту, чем валюты, такая ситуация более вероятна. Но и там, когда золото может быть полностью размещено в этих валютах, в силу того, что долгосрочная валюта слабее золота, достаточно долгосрочная, более вероятная ситуация, что кредит для покупки дополнительных активов наиболее вероятный, эффективнее брать не в золоте, а в какой-либо из этих валют. Поскольку в долгосрочном плане валюты слабее золота. И значит кредит в валютах будет дешевле и поэтому менее рискован. Результат, который мы с вами получили во второй и третьей частях ролика, как раз и отражает тот факт, что фиатные валюты, в данном случае доллар и рубль, в долгосрочном плане слабее золота. В обоих случаях мы получили длинную долгосрочную позицию, как к доллару, так и к рублю. В ролике от 1 июля, часть 2, золото, доллар, рубль, чего в портфеле больше, июня 2023 года, и так далее. Мы с вами получили нейтральную позицию, то есть позицию в золоте, плюс около 5-10% длинной долгосрочной позиции в золоте по отношению к доллару. То есть мы получили короткую позицию в долларе к золоту. Ссылка на этот ролик ранее была на экране и есть под роликом, в его описании. Это у нас золото в долларе в месяцах. Как и ранее, все графики, использующиеся в роликах, есть в публикациях на Дзене. Ссылка на публикацию к этому ролику под видео, его описание. В дополнение к длинной долгосрочной позиции в золоте к доллару, в начале мая 2023 года, вот здесь. Как мы говорили в предыдущих роликах, у нас в понеделе могла открыться короткая позиция в золоте против доллара. В размере примерно 25-30%. То есть мы могли продать краткосрочно по недельным данным 25-30% золота за доллар. И в результате наша общая позиция в золоте по отношению к доллару стала 20-25% в долларе и 75-80% в золоте. То есть долгосрочная длинная позиция прикрылась на время, но не закрылась на совсем. Просто она пока заслонена короткой, краткосрочной позиции. В ролике 1 июля для этой короткой 25-30% на недельной позиции стопом был определен скользящий максимум последних 5 сформированных недель. Для недели 17-21 июля этим максимумом был максимум недели 11-16 июля. 1971,2 доллара за унцию. На неделе 17-21 июля этот максимум был преодолен. И эта короткая 25-30% на недельная позиция должна была быть закрыта. Поскольку, как мы обсуждали эту ситуацию в ролике начала мая, открывали мы ее на пробое минимума недели 1-5 мая 1977 долларов. Чувствуете, да, разница там 1971, где мы накрывались, а открывались по 1977. То есть закрылись мы по этой позиции почти в ноль. То, что мы едва ушли от убытков, отражало тот факт, что мы работали против растущих трендов старшего масштаба. Оправдывало наши действия лишь то, что в месячном и полугодовом масштабе мы имели приостановку развития импульсных волн. То есть мы попытались в краткосрочность работать в рамках коррективной волны. То есть вот в рамках вот этой волны большой. А по большому счету в рамках вот этой коррективной волны. Что отразилось в том, что мы работали в масштабе на два уровня ниже, чем те, в которых развивается восходящий тренд. Поскольку эта коротконедельная позиция закрылась, то мы опять остались в нейтральной позиции в золоте, плюс примерно 5% длинной долгосрочной позиции, которую мы с вами обсуждали в прошлом полу веке. Я еще раз хочу подчеркнуть, что цифры размеров позиции достаточно условны, поскольку зависят от системы анализа и индивидуального размера принимаемых рисков. Я здесь показываю консервативный, очень консервативный подход. Условия повторного открытия в короткой, краткосрочной позиции по золоту к доллару по недельным данным. Пробой вниз минимума июня 1892 доллара. Пробой вот этого минимума. Это цифра 1892 доллара. Это по спотовому рынку. В этой стратегии мы полагаем, что нисходящее движение с мая 2023 года, то есть вот отсюда, по июнь 2023 года, что это волна А в возможной коррективной конструкции А, В, С. То есть А, В, С. То есть как-то вот так вот мы полагаем. Для всего восходящего движения, то есть это коррекции для восходящего движения с конца 2022 года по май 2023. Объединяя результаты второго и третьего ролика, то есть второй и третьей частей, мы имеем следующий результат. Изначально мы находились в нейтральной позиции, то есть полностью в золоте. Далее мы, находясь в этой нейтральной позиции, независимо рассматривали варианты инвестиций в доллар и в рубль. Или наоборот, варианты инвестирования в золото из этих валют. В итоге, объединяя позиции золото-доллар и золото-рубль, в классической терминологии, мы имеем следующий результат. Вдобавок к нейтральной позиции, то есть позиции в золоте, мы имеем суммарную длинную долгосрочную позицию в золоте. Около 10%. Из них 5% это длинная долгосрочная позиция в золоте, профинансированная за счет долгосрочного долларового кредита. И еще 5% это длинная долгосрочная позиция в золоте, профинансированная за счет долгосрочного рублевого кредита. Она, в свою очередь, является результатом взаимодействия длинной 10-процентной 10-летней и 2,5-летней позиции и 5% короткой полугодовой позиции. В дополнение к этому мы имеем еще 7-10% длинной недельной позиции в золоте, профинансированной за счет рублевого кредита. Это результат прошлого ролика. Поскольку долгосрочная позиция – результат взаимодействия тенденций не младше полугодовой, то на горизонте нескольких кварталов эту позицию можно условно считать нашей модифицированной нейтральной позицией по отношению к доллару и рублю. Подчеркиваю, сейчас речь идет только о долларе и рубле. Забегая вперед, скажу, что практически во всех монетах к золоту историческая и техническая ситуация примерно находится между долларом и рублем. Оценка прогнозной ситуации ближе к доллару и в основном слабее, чем у доллара. Наиболее слабая ситуация у иены и у евро. Чуть-чуть получше, но тоже очень слабая у британского фунта. Юань среднесрочная чуть сильнее доллара и ближе к швейцарцу. Индийская рубля ближе по своей прогнозной динамике к рублю. Напомню, что несмотря на колоссальное падение рубля в последние 100 лет, в долгосрочном плане мы с вами трактуем наиболее вероятную динамику рубля к золоту как более сильную, чем прогноз динамики доллара к золоту. То есть мы с вами полагаем, что в долгосрочной перспективе более вероятны падение рубля к золоту в меньшей степени, чем доллара. И высокую вероятность очень непростого поведения рубля к доллару. Подробно на всем на этом не останавливаться не буду, если забыли и не смотрели. Гляньте в наших с вами долгосрочных прогнозах золота к доллару, золото к рублю и доллар к рублю. Ссылка на эти ролики под этим видео и в его описании. И прогноз доллара к рублю мы с вами еще подсвежим в следующем ролике. В последней, пятой части темы золота, доллар, рубль. Наша долгосрочная позиция или наша условно-нейтральная позиция около 10% длинной долгосрочной позиции в золоте примерно поровну профинансирована за счет долларового и рублевого кредита. Но за счет использования тенденции меньшего масштаба, недельных и дневных, она могла быть модифицирована. Как, например, в рубле, как только что мы говорили. Дни всего достаточно быстрой изменчивости мы смотреть не будем. Нейтральная позиция полностью в золоте – это следствие полученных нами ранее результатов анализа с долгосрочным анализом. Технический анализ базируется на статистических закономерностях и поэтому имеет вероятностный характер. Но является достаточно достоверным фактом с очень высокой вероятностью. Также это нейтральная позиция – это следствие использования физико-экономических законов. Хотя мы с вами это пока не разбирали, но там ситуация ближе не к вероятностной, а к детерминистской. То есть вероятностная составляющая там еще меньше. И вывод о том, что наиболее качественными деньгами является золото вследствие физико-экономических законов, является там еще более надежным, надежным фактом, чем при статистическом подходе. Долгосрочные позиции, с одной стороны, являются результатом анализа исторических данных по определенной системе анализа рынка и управления капиталом. И в какой-то степени их можно называть следствием исторических данных. А с другой стороны, они являются следствием долгосрочного прогноза по этой системе. Поэтому процентная величина этих позиций зависит от системы анализа и прогноза, и от системы управления рисками. Я использую очень консервативный подход. Поэтому при использовании других систем, анализа и управления рисками, цифры могут быть и большими, чем те, которые показываю я. Но с очень высокой вероятностью общая временная структура и качественная картина долгосрочных позиций останется примерно такой же. Краткосрочные позиции – это опора на среднесрочный прогноз и его следствие. Поэтому подкорректируем среднесрочный прогноз золота к рублю. Это золото в рубле в месячном представлении. Локального, достаточно важного максимума в золоте к рублю, как и в предыдущих прогнозах, я ожидаю в области примерно 6300, вот здесь, плюс-минус 150 рублей. И с приостановкой или небольшой коррекцией как минимум на несколько дней в области 6000 рублей, то есть примерно 10. Сейчас мы находимся уже примерно в этой области. Как было сказано в предыдущих анализах, фактором, увеличивающим вероятность выполнения прогноза похода к зоне 6300, то есть вот сюда примерно, был пробой вверх максимума недели с 3 по 7 июля 6548. То есть примерно вот здесь. 5,648. То есть это примерно вот здесь вот. На сессию золото рубль тумору дополнительным фактором увеличения этой вероятности стал пробой максимума 17-21 июля 5700 рублей. Пробой этих максимумов, как и пробой максимума апреля, вот это максимум апреля, когда мы пройдем, были критериями увеличения недельной длины позиции в золоте к рублю. В области 6300 плюс-минус 150 рублей, примерно вот здесь, я ожидаю консолидации золота к рублю как минимум на несколько недель. В зависимости от параметров индикаторов и характера фигуры консолидации в этом месте, появится возможность определить наиболее вероятное поведение золота к рублю дальше. фигура будет либо в днях, либо в неделях. Наиболее вероятно, что более четко она будет видна все-таки в днях. Потому что из двух-трех недель достаточно сложно организовать фигуру. Но с наибольшей вероятностью там сформируется фигура разворота. Я имею в виду в области 6300 плюс-минус 150 рублей. Если она будет разрешена как разворотная, то есть будет пробита вниз, вот сюда, вот куда-то вниз, то начнется откат золота как минимум к уровням 4800-5000. То есть примерно вот в этой вот области. Вот отсюда, примерно вот сюда. Как минимум. Но в любом случае, как было сказано ранее, в предыдущих роликах, универсальной, грубой, консервативной страховкой для закрытия длинных, подчеркиваю, только длинных, недельных или дневных позиций, является пробой вниз, перемещающегося вправо, с формированием каждого нового месяца, минимум предыдущего месяца. До конца августа это минимум июля. То есть вот это вот место. 5250 рублей. Закончится август, если не закончится между этого места, то есть это будет минимум августа. Обратите внимание на то, как золото консолидировалось в апреле, в июне между уровнями 4700 и 5250. То есть вот здесь вот. Вот в этом месте. Отмеченных красными линиями, которые мы проводили еще в наших достаточно давнишних, долгосрочных и краткосрочных прогнозах. Для тех, кто до сих пор находится в рублях, то есть по нашей терминологии, в короткой позиции в золото, на мой взгляд, сейчас достаточно рискованно полностью переходить в нейтральную позицию, то есть в золото. Более безопасным, на мой взгляд, является ожидание промежуточной консолидации уровня 6000 рублей и ожидание формирования этой зоны фигуры. Фактически мы уже подошли к этой зоне. То есть это вот сейчас примерно здесь. Фигура эта будет в днях. И в случае, если это будет фигура продолжения, то возможно открытие на ее пробои вверх, в объеме, в объеме только краткосрочной недельной позиции. Подчеркиваю, только в объеме краткосрочной недельной позиции. А это примерно 10-15% от капитала, но не более. Фиксация этой длинной недельной позиции должна быть в случае формирования в днях или неделях фигур разворота в зоне 6300 плюс-минус 150 рублей. То есть примерно вот здесь. Прибыль, если она при этом получится, можно оставить в золоте. А с возвратом в позицию полностью в золоте, на мой взгляд, безопаснее подождать более глубокого отката. Эта стратегия связана с тем, что в соответствии с нашим долгосрочным прогнозом, более вероятным поведением золота к рублю в ближайшие годы являются широкие колебания в однозначно широком диапазоне. Как минимум от 3500 до 7500. То есть вот так, наверное, будет. По нашим прогнозам, золото колебаться в ближайшие годы. А может быть и десятилетия. Постепенно в горизонте 5, 10, 15 лет наиболее вероятно, что этот диапазон колебаний постепенно будет сужаться. Как вы можете помнить из нашего с вами долгосрочного прогноза, у нас есть два варианта долгосрочного развития. Зеленый и синий. Сейчас мы с вами перейдем по годы. Зеленый и синий сценарий отличаются тем, что в зеленом сценарии мы предполагаем, что в максимуме 2022 года, вот здесь уже сформировалось максимум большой 3-й зеленой волны. И сейчас формируется коррективная 4-я большая зеленая волна. Продолжительность которой может быть примерно до 30-х и до 50-х годов. Сейчас у нас график с зеленым сценарием. И 4-я зеленая большая волна символически обозначена пунктиром. Вот примерно вот так. В направлении движения. Вот так вот. Если реализуется этот зеленый сценарий, то вследствие принципа чередования типа коррекции зигзага и плоской волны 2-й, 4-й волны, то поскольку большая зеленая волна, вторая большая зеленая волна, вот она, в зеленом сценарии, была плоской, вот значок, то четвертая большая зеленая волна должна быть зигзагом. Этот возможный зигзаг на графике схематично обозначен тонким зеленым пунктиром. Волна А, волна В, волна С. Обратите внимание, что в этом зеленом варианте сценария коррекция уходит ниже минимума 22-го года. То есть ниже вот этого минимума. Это ключевое отличие зеленого сценария от синего, который мы сейчас тоже посмотрим на попозже. В случае реализации зеленого сценария падающие движения падающие движения 22-го года это волна А. То есть вот волна А, 22-й год. Как мы выяснили, ранее в неделях она импульсная. Эта волна. Если у нас реализуется зигзаг, то следующая за волной А, волна В, вот эта, должна быть коррективной. То есть она должна иметь не 5-ти волновую импульсную структуру, а иметь тип коррективной волны. То есть либо зигзага А, В, С, А, В, С. Либо более сложный вид типа плоской волны. Здесь мы переходим в месяцы. Если реализуется коррективный тип волны В, то есть вот этой волны, то это означает, что конструкция июля-ноября 22-го года, вот эта, июль-ноябрь, вот эта, не должна быть первой, первой и второй волны. То есть вот эта не первая, вот эта не вторая. А эта конструкция должна быть волнами А и В. Волна А, волна В. Для того, чтобы эта конструкция потеряла возможность быть первой волной, имеется в виду вот эта конструкция, необходимо, чтобы коррекция движения начавшегося в декабре, вот отсюда, 22-го года, после достижения своего максимума, где-то, может быть, вот здесь, наверное, то есть после начала своей коррекции достиглось закрытия месяца уровня ниже 350, 3500 долларов, вот 3500 рублей. И сформировала бы консолидацию в днях или неделях в области ниже уровня, в области уровня 3500. То есть где-то вот здесь, чтобы консолидация возникла. Пока, как мы ранее выяснили, наиболее вероятное место начала коррекции движения начавшегося в декабре, 22-го года, является зона 6300 рублей, плюс-минус 150 рублей. Там мы с большой вероятностью ожидаем консолидации и формирования фигуры или паттерна, если говорить в другой терминологии, и разворота вниз. В случае формирования консолидации коррекции ниже уровня 3500, то есть это в этой области, ниже или в этой области, мы с высокой вероятностью будем ожидать, что вся вот эта конструкция с максимума по консолидацию является волнуется. И мы вправе ожидать пробоя минимума 22-го года. Повышать вероятность этого будет. И то, если консолидация коррекции в области 3500 будет иметь преимущественно характер фигуры продолжения движения вниз. Отмечаем важный момент, что ключевым фактором, увеличивающим вероятность того, что мы имеем дело с зеленым сценарием, является факт достижения коррекции вниз уровня 3500, то есть вот этого уровня, и консолидация в его окрестностях. То есть главным критерием является то место, до которого продлится коррекция вниз. Второй наш сценарий синий. Для рассмотрения его опять вернемся в годы и восстановим его размер. В синим сценарии мы предполагаем, что построена только третья большая синяя волна. А построение третьей зеленой волны еще только происходит, и появится она вот на третьей волне, вершина третьей волны. Только после того, как сформируются четвертая синяя, вот эта, и пятая синяя волна. На всякий случай напомню, что все схематические линии не являются точным прогнозом. Они только символами обозначают характер волн и примерные области их возможного формирования. В отличие от зеленого сценария, для возможно формирующейся сейчас четвертой синей волны, второй волной, то есть вот этой четвертой волны, для нее второй волной является не фрагмент начала 80-х, а коррекция начала 10-х годов. Вот эта. Как мы выяснили с вами ранее, вот эта вторая волна имеет характер зигзага. Это наш условный значок зигзага. Поэтому если реализуется синий сценарий, то четвертая синяя большая волна, вот эта, с наибольшей вероятностью должна иметь характер плоской волны типа треугольника АВЦ, АВЦ, или более сложной плоской коррекции типа АВЦДЕ. Но ни та, ни другая коррекция не должны в этом сценарии опуститься ниже минимума 22-го года, ниже вот этой точки. Как мы с вами рассчитали в марте, в долгосрочном анализе и прогнозе, эта четвертая синяя большая волна с наибольшей вероятностью должна закончиться в диапазоне от 24-го года, примерно вот отсюда, до начала 30-х годов, то есть вот примерно до сюда. вот наши размиточки 24-й и в районе 30-го года. То есть если реализуется синий сценарий, то коррекция будет существенно короче, чем в зеленом сценарии. Имеется в виду короче по времени. Ну и по ценам, естественно. На графике схематично этот сценарий синий большой четвертой волны показан тонкими синими пунктирными линиями. Вот они. Раз, два, три, четыре. То есть это либо треугольная волна, раз, два, три треугольничек, либо ее более сложную форму. Но либо та, либо другая коррекция должны формироваться в диапазоне цен 22-го года. То есть вот в этом диапазоне. И с наибольшей вероятностью движение вверх, вот эти движения, вот это движение вверх, или вот это движение вверх, в этих плоских коррекциях должны иметь больше характер импульсных вол. А движение вниз, то есть вот это движение, или вот это, если оно будет формироваться, должны иметь больше характер коррективных волн. То есть в случае этого синего сценария, формирующаяся сейчас предположительно волна B, вот она формируется, должна быть импульсной волной, а не коррективной, как в случае зеленого сценария. Поэтому переходим вместе, чтобы дальше это дело все посмотреть. Но для этого нужно, чтобы коррекция, которая начнется после достижения максимума волной, начавшейся в декабре 2022 года, то есть где-то вот здесь, чтобы она не достигла уровня 3500. Вот этого. В этом случае конструкция июня-ноября 2022 года, вот эта конструкция, с высокой вероятностью станет волной 1, а движение декабря 2022 года, с декабря 2022 года по настоящее время или по предполагаемой максимуму, нет, отсюда, станет претендентом на третью волну этого масштаба. А не дошедшая до максимума конструкции, вот отсюда, до максимума июля-октября 2022 года, возможная коррекция, вот эта коррекция, будет иметь высокую вероятность стать волной 4, для всей конструкции, вот для всей вот этой конструкции, с июля 2022 года по настоящее время, для всей вот этой вот. окончательным подтверждением импульсного характера всей конструкции с июля 2022 года по настоящее время, или по максимуму там, там, где он будет достигнут, может стать только остановка коррекции выше области 1500 рублей, то есть выше вот этого места. И последующее поднятие цен, вот такая вот коррекция, и последующее поднятие цен, пятой волной, вот отсюда пятой волной, выше предполагаемого максимума третьей, где-то вот в этой области. Сейчас мы пока предполагаем, что это будет в зоне 6300 плюс-минус 150 рублей. При этом, этот подъем должен быть в область проектировки Фибоначчи, то есть куда-то вот сюда, в которую можно будет построить от дна будущей предполагаемой четвертой волны, где-то вот в этой вот зоне будет на этом находиться. Таким образом, ключевым признаком разделения синего и зеленого сценариев и условиям формирования нового локального максимума, где-то вот здесь, если начнется коррекция из зоны 6300 плюс-минус 150 рублей, является то, в каком месте сформируется консолидация, и то, какой она будет иметь характер. Либо фигуры или паттерны продолжения коррекции вниз, то есть вот здесь вот продолжение коррекции вниз, то есть общего движения, или характер разворотной фигуры, и то, в какую сторону эта фигура будет в конце концов разрешена. Именно поэтому мы должны достаточно, именно потому, что мы достаточно близки к развороту и коррекции вниз, то есть мы предполагаем, что это будет в этой вот зоне примерно. Для тех, кто сейчас находится в рублях, переход полностью в золото, то есть возврат всей нейтральной позиции в золоте, может быть не очень эффективным решением, поскольку, если есть высокая вероятность, что в горизонте нескольких месяцев, кварталов или лет, могут быть более выгодны для этого цены. Для того, чтобы вы правильно оценивали масштабы тенденций, еще раз особо подчеркну, окончание большой четвертой волны, как в синим сценарии, так и в зеленом, может продлиться до конца 20-х годов, то есть где-то вот здесь, в годах смотрели, а для зеленого сценария, и, в общем-то, и существенно и дальше. На сегодняшний день более высокой является вероятность того, что если начнется откат вниз из зоны 6-300 плюс-минус на 50 рублей, то наиболее вероятно, что он не дойдет до зоны 3500, то есть не будет в этом месте находиться. То есть наиболее вероятно, что этот откат будет четвертой волной, с последующим формированием, то есть четвертая волна и последующие формирование пятой волны, и нового максимума выше области 6-300, то есть минус на 50 рублей. Вероятность это увеличивает то, что если откат из области 6-300, вот отсюда, или раньше начнется, то золото получит очень сильную поддержку в области 4-800-500 рублей, то есть вот в этом месте. Вторая очень сильная поддержка, это область 4-300-4-500, то есть 4-300-4-500, вот эта область примерно. Обратите внимание, что все они около наших линий, которые мы провели достаточно давно. Все будет определиться тем, каков будет характер, но не факт, что даже вот эта область будет достигнута. То есть, скорее всего, вот в этой области коррекция будет достаточно, консолидация будет достаточно, достаточно сильной, и наиболее вероятно, что эта консолидация будет фигурой разворотной. Но в любом случае, после того, как она сформируется, окончательным подтверждением, характерно подтвергая, эта консолидация, является направление ее пробоя. В случае, если все-таки фигура разворотная здесь будет сформирована и будет пробита вверх, то это будет фактом того, что завершилось построение четвертой волны. И от ее минимума, после пробоя максимума, пятой волны, можно будет через отношения Фибоначчи, то есть построив, взять за 100%, отложив одна, можно будет построить будущий максимум пятой волны. Но максимум третьей волны, предположить, но был 6300 плюс минус 150, будет естественным сопротивлением и будет иметь смысл. Под ним часть длинной, подчеркиваю, не все нейтральные позиции в золоте, или ее части, или длинные долгосрочные позиции, а только часть длинной короткосрочной позиции, то есть открытые в понедельном или дневным данным. На время прикрыть и далее вернуть ее на пробои максимума третьей волны, то есть под максимум можно подфиксироваться, а на пробои максимума вернуть эту позицию и может быть даже частично добавить. Как обычно, подчеркну, что этот сценарный прогноз это наиболее вероятный, но не единственный сценарий. Завершая прогноз, выскажу свою точку зрения на то, как примерно могли бы выглядеть операции по управлению структурой долгосрочного и среднесрочного капитала. Как я уже говорил ранее, поскольку в области 6300 плюс-минус 150 рублей, я ожидаю разворота или масштабной приостановки роста золота, то для тех, кто сейчас находится полностью в рублях, возврат полностью в золото, на мой взгляд, не очень эффективен. Я считаю, что можно ограничиться только короткосрочной недельной позицией в пределах 10-20%. Аналогичные для тех, кто давно находится в позиции полностью в золоте или в длинной долгосрочной позиции. В области 6300 плюс-минус 150, вот здесь, я ожидаю формирование достаточно сильной разворотной конфигурации в неделях или днях. Также высокая вероятность, сформирования в ближайшие месяцы, то есть в августе, сентябре или позже, падающей звезды в месяцах. Обращаю ваше внимание, что это месячная падающая звезда, если она сформируется, не будет противоречить разворотной фигуре в днях или неделях. Она просто будет их выражением в большем масштабе, то есть месячная. Консервативным, но грубым критерием страховка это закрытие карткосрочных, недельных или дневных позиций, длинных позиций, как было отмечено ранее. Сейчас именно в этой технической ситуации является смещающийся вверх с формированием каждого нового месяца минимум последнего, полностью сформированного месяца. Направление разрешения консолидации в области 6300, вот здесь, будет определять характер действий. В случае ее разрешения вверх, длинные недельные позиции могут быть удержаны или переоткрыты, как мы с вами обсуждали, и может быть немного увеличены. Но наиболее вероятно, как уже было сказано ранее, в области 6300, плюс-минус 150 рублей, будет сформирована фигура или в другой терминологии паттерн разворота. И наиболее вероятно, что разрешена эта фигура или паттерн будет пробоем вниз. Это будет основанием как минимум закрыть короткие, длинные, краткосрочные, длинные, недельные или дневные позиции. Условия для изменения долгосрочной позиции в ближайшие месяцы не сложатся. Конечно, если не будет пробит минимум 2022 года. Но это пока маловероятно. Если, конечно, украинская армия и вся антироссийская коалиция не развалится в хлам в ближайшие пару месяцев. Напомню военно-политическую тракторку движения золота в последние 2-3 года. Падение рубля к золоту и, соответственно, к доллару в последнем квартале 2021 года, в начале 2022 года. То есть вот это вот движение. Это открытие спекулянтов против рубля в ожидании ухо-нацистского нападения Запада на НДНР. Резкий разворот и укрепление рубля в начале 2022 года. То есть вот здесь вот, февраль-март. И паническое закрытие спекулянтами позиций против рубля. Вот оно. Это из-за успешного превентивного удара России. Напомню, что на переговорах марта-апреля Киев парафировал все требования России по урегулированию конфликта. Консолидация июля-октября вот это. Это отказ Киева от своих предварительных договоренностей, усиление давления Запада и увеличение военных поставок. А движение с ноября 2022 года по сейчас вот это. Это намеревание, подготовка и начало пресловутого контурнаступа. Но этот Бобик, похоже, уже совсем сдох. Эта трактовка почти без изменений переносима и на доллар. Поэтому все борцы за мир, то есть за поражение России, опосредованно, понимая это или нет, ратуют за падение рубля, то есть за девальвацию ваших доходов и депозитов. Поэтому, как только вы услышали призывы к переговорам и миру на вражеских условиях, вы должны четко понимать, что это призыв к обесцениванию ваших доходов, депозитов и вложений в акции. И наши парни там на передовой в том числе сражаются и за наши с вами зарплаты, и за наши с вами сбережения, и за то, чтобы не было инфляции и не повторились девяностые. Выбор отношения и позиции за вами. Но мой выбор очевиден. Мы победим. А на динамике золота и доллара мы с вами будем смотреть на то, как это будет происходить. Возвращаемся к управлению позицией. Напомню, что общая длинная долгосрочная позиция в золоте к рублю сейчас может быть в пределах 5%. Она является следствием сложения 10% длинной долгосрочной позиции за счет рублевого кредита 10,2,5 летнего масштаба и короткой 5% полугодовой позиции золота к рублю. Подчеркну, что позиция золота доллар управляется совершенно отдельно и независимо от рублевой позиции. Об этом мы будем с вами говорить в следующем ролике. С высокой вероятностью конфигурация консолидации в днях или неделях в области 6300 позволит открыть короткие позиции в этих масштабах, уменьшающих нейтральную и длинную долгосрочную позицию золота к рублю. Размер этой короткой позиции будет определяться шириной фигуры разворота, то есть той, которая сооружается вот здесь. Система используемого анализа и индивидуальными размерами риска. Для тех, у кого нет нейтральной или длинной долгосрочной позиции в золоте, открываться в чистую, подчеркиваю, в чистую, короткую позицию по золоту против рубля нежелательно. На мой взгляд, это будет слишком рискованно. Позиция в рублях и так трактуется нами как достаточно большая короткая позиция к золоту, если учитывать то, что нейтральные позиции мы с вами считаем позицию полностью в золоте. В случае, если короткие недельные или дневные позиции, уменьшающие долгосрочную длинную и нейтральную позицию в золоте, будут открыты, то первым местом для рассмотрения их закрытия и возврата полностью длинной долгосрочной и нейтральной позиции в долоте, может быть первая зона сильной поддержки 4 800 5 тысяч рублей, то есть вот здесь. Решение о закрытии краткосрочных коротких позиций в этой зоне должно рассматриваться в контексте характера вот здесь вот, формирующихся в результате консолидации фигур и направления их разрешения, то есть вверх или вниз. в случае формирования фигур разворота вот здесь вот и разрешения их вверх короткие краткосрочные позиции могут быть закрыты и полностью возвращены нейтральная позиция в золоте и длинная долгосрочная позиция. поскольку позиции в рублях в рублях трактуются нами как большая короткая позиция к нейтральной позиции полностью в золоте то в этом же месте и по тем же критериям то есть вот здесь может быть произведен переход из нее в нейтральную позицию то есть позицию полностью в золоте и в долгосрочную длинную позицию. Подчеркиваю, что если начнется коррекция из области 6300 плюс-минус 150 рублей и будет достигнут область 4805 тысяч то критерием принятия решения по покупке является недостижение этих цен а то как технически будет трактоваться консолидация в этой области и самое главное в какую сторону она будет разрешена. Если мы с вами говорим о движениях которые видны в месяцах то консолидация наиболее качественная может быть видна в масштабах на 1-2 порядка ниже. то есть в неделях или днях но для того чтобы быть четвертой волной откат предположительно из области 6300 то есть вот отсюда примерно и консолидация в области 4805 тысяч должны быть по времени не меньше предполагаемой второй волны то есть фрагмента августа ноября вот этого места вот оно то есть как минимум не короче трех месяцев это для того чтобы выполнить условия того что вот эта коррекция должна быть члены то есть является четвертой волной теоретически если четвертая волна начнет формироваться то она может быть подобно коррективному коррективному фрагменту с конца 2020 года то есть вот отсюда по конец 2021 то есть вот примерно такой вот характер подчеркиваю я привел этот фрагмент только как пример коррективной волны пропорции могут быть совершенно другими поэтому если падение консолидации области в область 4805 тысяч вот сюда будет существенно короче трех месяцев иметь характер фигуры продолжения или двойную траковку то при разрешении этой фигуры вниз могут быть опять возвращены короткие позиции уменьшающие долгосрочную длинную и нейтральную позиции наиболее вероятно что если начнется откат из зоны 6300 и будет достигнута зоны 4805 тысяч вот сюда то по всей видимости минимум коррекции будет именно там и из этого места начнется формирование предположительно пятой волны в месячном масштабе помимо возврата длинной долгосрочной позиции на выходе из консолидации в зависимости от системы анализа в недельном или дневном масштабах дополнительно могут быть сформированы краткосрочные длинные позиции окончательным подтверждением того что это выход отсюда и рост пятой что это пятая волна может быть только пробой максимум на третьей волне в этой области в нашем случае это предполагаемый будущий максимум зоны 6300 поэтому если этот сценарий коррекции и разворота я имею ввиду именно если этот сценарий коррекции и разворота в зоне 4805 тысяч разольется и будут открыты краткосрочные длинные позиции то на подходе к то то есть и будут открыты краткосрочные длинные позиции при выходе из этой зоны 4805 тысяч то на подходе к области 6300 ну или того максимум где он там будет сформировано плюс минус 150 рублей имеет смысл по фигурам недельных или дневных данных подфиксировать краткосрочную я подчеркиваю краткосрочную длинную позицию и частично ее вернуть если будет пробит предполагаемый максимум третьей волны то есть ну где-то весь который который будет подчеркиваю речь идет только о краткосрочных позициях но если этот максимум будет пробит то часть из этих переоткрытых краткосрочных позиций приобретут более долгосрочный характер если этот пробой произойдет то следующая консолидация соответствии с проектировкой фибоначчи наиболее вероятны будет в области 6 800 то есть где-то вот вот это вот в этом месте плюс минус 250 рублей но сложившихся условиях если будет реализовываться этот сценарий то высокая вероятность того что пятая волна будет растянуты я не исключаю варианта по крайней мере краткозрочного что цены могут уйти могут примерно 7 800 8000 примерно сюда а может и выше максимум 2022 года то есть лучше вот этого места военно-политическом плане наиболее вероятно этому будет соответствовать расширение конфликта на украине на украине и втягивание в него новых участников если фигура в области 4 800 5000 вот здесь вот будет существенно короче трех месяцев и будет разрешена про и будет разрешена пробуем вниз то следующие наиболее вероятная зона консолидации 44 44 300 примерно вот сюда вот это место но до тех пор пока не сформировался максимум области 6 300 или где-то вот в этом месте и не началась коррекция в область 4 800 5000 то есть вот сюда вот примерно предполагается вот пардон отсюда технических данных маловато и вариативность анализа будет выглядеть достаточно сложно поэтому я не буду вас этим грузить будем решать эти задачи по мере поступления но хочу подчеркнуть что если коррекция из области 6 300 6 500 то есть вот отсюда начнется и у вас и 4 800 5000 рублей в недельном масштабе будет разрешена вниз фигура продолжение коррекции то начнет расти вероятность того что либо начала формироваться волна в четвертом в 4 волны синего сценария либо начала формироваться волна c в зеленом сценарии и они напомню а они напомню вам наши выводы из нашего долгосрочного анализа могут иметь длительность от 5 8 лет до нескольких десятилетий то есть начало вот этой коррекции пробой вот этого уровня увеличивает вероятность того что она может приобрести затяжной характер на годы принципе и теоретически это коррекция может вроде может выразиться вы выразиться либо в очень узкий коридор либо вообще горизонтальную прямую у силы уровней 6 300 и 6 500 рублей за грамм и возможности вырождение волны c в почина почти в прямую помимо чисто технических мук может быть и почти конспирологическое объяснение но поскольку бабушки на саммите брикс помимо прочего может быть рассмотрен вопрос о единой валюте а связи этим звучали соображения об обеспечении золото или и корзиной биржевых товаров то это почти конспирологическое объяснение может оказаться не таким уж и конспирологическим это золотая монета георгий победоносец вот он типа орел это золотая монета 2008 года еще раз выпущенная банком россии 2008 году номиналом 50 рублей вес числа золота 7,78 грамма если одно поделить на другое то есть если номинал монеты 50 рублей поделить на 7,78 грамма то получится что в одном грамме золота находится 6,43 рубля умножение этого значения на 1000 рубля как раз и дает среднее значение диапазона 6,300 6500 рублей то есть 6430 рублей то есть если вот если в этом месте сделать деноминацию 1 к 1000 то можно вводить золотой стандарт и георги георгий победоносец просто становится монетой 50 рублей аналогичный результат получается если проделать такую же арифметику со 100 рублевым сеятелем с весом чистого золота 15,55 грамма то есть получается что для этой ситуации золотая монета для обращения уже отчеканила все это можно считать шуткой глумлением над золотыми жуками или аспирологами если бы не два момента первый момент технологический обратите внимание на ребро монеты на ней нанесены насечки называемые гуртом они делаются на монетах для того чтобы предотвратить их обрезание во время обращения это своего рода водяные знаки но для монет обрезание монет при обращении широко протековалась публикой в античные в античности и в средние века эти насечки называемые гуртом были призваны предотвратить обрезание монет процедура их нанесения технологически технологически непростая поэтому подделать гурт особенно средние годы было непросто есть легенда что гурт придумал сэр исаак ньютон но это правда лишь отчасти исаак ньютон физиком любителем был по совместительству основным его местом работы было руководство монетным двором британии находясь на этом посту ньютон и ввел обязательное нанесение гурта на все золотые и серебряные монеты выпускаемые королевским моментом 2 тогда это была достаточно дорогая процедура но она себя окупила британская монета в те времена как более качественная быстро вытеснила из британии все другие и очень сильно потеснила проникла на континент и потеснил другие монетные дворы в те времена гурт был своего рода финтех сейчас при наличии штамповочных прессов нанесение гурта технологичнее чем в те времена но тем не менее эта процедура стоит определенных денег и удорожает продукцию если она чисто сувенирная а вот если предполагаемое предполагается свободное обращение этих монет как платежного средства то гурт необходим чтобы предотвратить их обрезание кстати это обрезание монет то есть снижение золотого содержания во все времена было тяжким преступлением она называлась термином портить монету и каралась смертной казею и наверное суть деятельности современных центробанков можно описать простой формулы как через не обеспеченную эмиссию испортить побольше денег и чтобы тебе за это ничего не было но одно наличие гурта на ребре монеты является слабеньким аргументом в пользу версии о подготовке ее к обращению конце концов это может быть и просто декоративный элемент видание есть сложности с настоящей монеты но теперь давайте обратимся ко второму моменту году выпуска монеты и как и к необходимой кратности динаминации рубля посмотрим еще раз сейчас эта кратность 1000 рублей но обратите еще раз внимание на год чеканки монеты вот 2008 правильно а теперь давайте глянем на график цены сколько золото стоило в 2008 году 2008 год это вот здесь сильно сильно прищуриваемся и опаньки обнаруживаем что золото в то время стоило примерно в среднем 630 рублей то есть тогда чтобы ввести золотое обеспечение рубля этой монеты рубль необходимо было динаминировать и в сто раз как сейчас а в тысяч а не в тысячу раз как сейчас а только в сто раз но это тоже круглая цифра которая удобна для учета и проведения динаминации очевидно что если какие либо такого рода решения рассматривались то приниматься они должны были должны были бы загаде за полгода за год то есть где-нибудь году в 2007 а что было в этом году правильно в этом году была мюнхенская речь владимира владимировича и какова была одна из главных финансовых претензий высказаны западу тогда правильно тогда была высказана претензия из-за того что мы к тому времени всей страной экспортируя 10 лет нефть газ и металла с 1998 года накопили под 500 миллиардов долларовых резервов а фрс и ецб простым нажатием клавиши нарисовали денег кратно больше то есть просто взяли и испортили деньгу которую мы копили какие может быть ответ в этом случае правильно поскольку закона позволяющего осудить их за порчу монеты пока нет то можно было начать искать более качественную день а чтоб лоб сильно не морщить и не изобретать велосипед нужно было обратиться к консервативному испытываемому тысячелетиями средств золота наши чисто валютные резервы с тех пор кстати не росли а по большей части уменьшались в пользу золота как должен был при этом повести себя тот провести себя тот кто по сути обладает философским камнем печатающим золото и кому ваша затея угрожает потери бизнеса который в нынешней форме формы доллара сша строился целые сто лет правильно он как минимум должен был сильно застесняться а наиболее вероятно он должен был не на шутку разгребаться и затрястись от жадности и желание порвать вас в клочья чтобы предотвратить угрозу разрушения долларовой империи риск этот высок только при одном отказе такой страны как россия от использования доллара как резерва и перехода к резервам в золоте ну а если вы начали чеканить золотую монету и не меревать золотое они долларовое освещение это вообще кирбек который вы пытались совладить из грузинского любителя жевать галстуки который сейчас отдыхает грузинской жители не значима там что он там делает может быть обдумывать свои показания к новым таким образом провокацию запада с грузии против россии вполне можно было считать угрозой более крутых мер если россия не отступит если это так то можно сказать что тогда россия не имея достаточно сил временно отступила но начерканенные монеты не переплавила и на всякий случай может быть чтоб привыкали просто стала продавать их население по рыночным ценам но увеличивать долларовые резервы с 2008 года она прекратила ливия мораль мама ракаддафи не имела ядерного счета поэтому в 2011 он кончил хуже чем россия в 2008 только заикнувшись о золотом динарии и подмигнув об этом западной африке но у нас впереди еще были 2014 и 2022 если мы поделим примерную цену золото 2008 года 6630 рублей то есть вот здесь вот еще раз на 10 то получим цифру 63 рубля за грамм посмотрев на график цены примерно вот так мы к нашему немалому удивлению обнаружил что 63 рубля это примерная цена конца девяносто седьмого года первой половины девяносто восьмого года примерно вот здесь тогда никаких победоносцев еще не было что такое георгий победоносец это монета достоинством 50 рублей и содержанием чистого золота 7,78 грамма на самом деле это царский и сталинский червонец достоинством 10 рублей то есть монета также но на ней написано другая цифра номинала конец девяносто седьмого начало девяносто восьмого года это период захода финансовой системы россии в полную разбалансировку одной из основных причин этого была глубокая долларизация экономики разбалансировка бюджета и инициируемая и поддерживаемая западом утечка капитала по сведимости тогда могли рассматриваться различные варианты стабилизации которые могли включать себе и мысли по поводу введения золотого обеспечения рубля полагая что и какие-нибудь проекты с расчетами тогда могли бы нарисованы вполне возможно что сегодняшние параметры монет могли разработать тогда хотят что там разрабатывать если это царским и сталинский червонец напомню что свою индустриализацию сталин начал со стабилизации финансовой системы едя в середине двадцатых годов золотой червонец именно динаминация рубля один тысячи которая была произведена в 1997 с 1907 при переходе с 97 года на 98 вполне могла быть каким-то отголоском соображений по радикальной денежной реформы хотя по словам михаила хазина это динаминация играла чисто аппаратную роль с целью сохранить в аппарате определенную часть чиновников для того чтобы пропихнуть финансовый кризис кстати как контр меру против радикальной финансовой реформы и оздавление кстати как контр меру против радикальной финансовой реформы и островления экономики наверное кириенко изны тогда не испугался попытался взяться за подготовку к реформе и согласившись на премьерство но его похоже просто снесли дефолтом кризис 98 года играл двоякую роль с одной стороны он усиливал потребность государства в деньгах и таким образом стимулировал его к продвижению приватизации и продажи активов по копеечным кризисным ценам также этот кризис на рынке государственных облигаций блокировал средства часть олигархата и убирал его на время из приватизации улучшая приватизационные возможности другой части олигархата семейной группы с другой стороны этот очередной финансовый кризис вел к дальнейшему ослаблению россии и усиливал угрозу распада страны в своем роде это такой распад ссср 20 планировался но уже в отношении россии в этом был заинтересован запад чем в чем всячески поддерживал своих российских российских манкуртов таким образом кризис 98 года помимо чистых приватизационных интересов мог быть ответом на попытки стабилизации финансовой системы страны может быть гипотетическим используем золотого обеспечения рубля все это же конечно гипотеза предположения но тогда как вы получаете но когда вы получаете кратные значения делением на 10 и они совпадают с событиями это по крайней мере повод задуматься и взять на заметку можно продолжить делить на 10 и дальше тогда из курса 63 рубля из курса 63 современных рубля подчеркиваю именно современных рубля уже динаминированных 1998 года получится курс 6,3 рубля в 93 году то есть в году расстрела думы но это прямо тот курс который получается из номинала монеты и ее веса который мы уже там поделили попробовали то есть именно такой курс и получается но именно в 93 произошел окончательный олигархический переворот и стала возможна воровская приватизация не правда ли занятно просто мы с вами отмечаем что курс золота к рублю в диапазоне 6 300 6 500 то есть примерно вот здесь сейчас удобен для того чтобы провести динаминацию динаминацию рубля 1 к 1000 и ввести золотое обеспечение отчеканенные монеты ввести в оборот а может быть и просто свалить доллар и ввести золотое обеспечение без динаминации на всякий случай отмечу что в этом случае зарплата примерно в 70 тысяч рублей превратиться в зарплату в миллион долларов тот убегать убеганцы ринутся обратно они же на самом деле очень простые простые и очень предсказуемые вся их утонченность предназначена только для чуткого улавливания запаха колбасы жанр youtube канала требует выпучить глаза надуть щеки и пуская пузыри из носа начать исполнять танцы сбоку вокруг гипотеза возможности введения золотого стандарта наибудь наиболее вероятно что кто-нибудь из блогеров так и поступит посмотрев наш с вами ролик но мы этого делать не будем подчеркиваю удобство диапазона 636 500 один то есть вот этого диапазона для динаминации и введения золотого стандарта это никакой не прогноз а просто моя личная гипотеза эти вещи не мог невозможно внятно прогнозировать такая информация может быть только инсайдер поэтому эти соображения никоим образом не могут быть причине наших действий все что мы с вами делаем в основном базируется на результат технического анализа если какой-то процесс похоже на то что мы с вами сейчас обсудили будет готовиться мы его обязательно заранее увидим но пока я могу четко сказать что чисто технический диапазон 6 306 500 то есть вот это место с приостановка перед этим в районе 6000 будет достигнут с высокой вероятностью диапазоне 6 306 500 будет достаточно серьезное сопротивление и консолидация золота даже если и есть какие-то планы поведению золотого обеспечения рубля то возможен и другой сценарий без динаминации а например усиление рубля в золото ну как можно рисовали в область 2008 года вот примерно вот сюда в район 6 306 500 ведение золотого обеспечения там динаминации с динаминации рубля 1 к 100 учитывая то что как говорил бисмарк что россия всегда приходит за своими деньгами и тот запрос общества на заран на здоровый реваншизм который в общем и олицетворяет в рубль может усилиться и в район 93 года то есть вот сюда где цена золота в современных рублях было внимание 6,3 рубля за грамм там динамина динаминация не потребуется вообще и кстати тогда введение цифрового рубля может играть совсем другую роль а не ту которую не пытаются приписать наемные западные подтягиватели очевидно что такой сценарий предполагает также и глубокое падение доллара к рублю и может быть падение доллара к золоту в пользу увеличения вероятности ослабления доллара играет постепенная стабилизации падения стоимости американских облигаций процесс потери контроля фрс над стоимостью госдолга постепенно набирает оборота как вы можете помнить из наших роликов с долгосрочными сценариями доллара и золота к рублю сценарии падения доллара и золота нижней минимума 22 года в них есть там они носят условные названия зеленых сценариев и эти ролики эти ролики сегодня уже упоминались ссылка на них были ссылки на них были на экране и есть под этим роликом его описание именно высокую вероятность достаточно широких колебаний золота к рублю учитывает тактика перехода полностью золото для тех кто сейчас пока находится в рублях о которой я чуть ранее говорил в этом ролике предположение и гипотезы о возможной динаминации рубля и введение золотого обеспечения ни в коем случае нельзя рассматривать как альтернативу анализа динамики рынка в лучшем случае это говорение ртом может быть одним из объяснений динамики золота круглого такого рода информация может быть опорой для действий только в том случае если она является надежным инсайтом а им как правило обладают считанные единицы участников рынка на то он не сайт но действия этих информированных участников так или иначе отражаются на рынке и качественный анализ динамики способен это обнаружить другими словами в общем правильный путь в неправильное место не приводит поэтому мы с вами ситуацию движения золота к рублю будем отслеживать анализировать и делать комментариях возможных действий есть еще один очень важный момент связанный с гипотетической возможностью золотого стандарта или видели золотого обеспечения рубля он связан с тем как изменится анализ рынков номинированных в рубле в случае если будет введено золотое обеспечение рубля в россии сначала этот вопрос я хотел задать вам качестве головоломки но потом понял что он с одной стороны достаточно сложен а с другой стороны у нас с вами на нашем канале есть четкое разделение труда головоломки задаете вы а я пытаюсь на них ответить но тем не менее вопрос о том как изменится анализ рублевых рынков если произойдет введение золотого стандарта я сформулировал и те кто хочет самостоятельно подумать над этим вопросом могут здесь ролик приостановить потому что я перехожу к ответу на этот вопрос случае если в россии будет введен золотой стандарт то это приведет к тому что полностью изменится вся история динамики всех финансовых экономических показателей динамики валют к рублю акции облигации недвижимости и так далее в том числе необходимо будет пересмотреть динамику выручки и прибыли и убытков в чем будет суть этих изменений в том что всю историческую динамику финансовых экономических показателями необходимо будет пересчитать золоте это абсолютно аналогично тому что некоторые что некоторые крупные компании ведут параллельно параллели ведут управленческий учет своей деятельности например долларе сша это не означает что нужно будет переделать всю отчетность нет ни в коем случае она останется неизменной как было но расширить исторический управленческий учет для целей адекватного адекватного планирования придется и там очень многие компании ожидают очень серьезное открытие у многих выяснится что в настоящих деньгах то есть золоте они были убыточными на достаточно длинных периодах но поскольку если введение золотого стандарта произойдет то эта ситуация может стать для них настоящей реальностью и ближайшим будущем это потребует очень серьезной переработки всех стратегий планов развития мы с вами эту продадут процедуру отображения динамики цен золоте уже один раз делали когда смотрели американскую недвижимость если подзабыли ссылка на этот ролик под этим видео его описание но как я уже говорил ранее даже если золотой стандарт в россии не будет видео тем не менее как мы с вами убедились на нескольких примерах раньше и многократно увидим в будущем что поскольку более качественными а значит более настоящими деньгами является золото то только взгляд на экономику и рынке через золото позволяет правильно и адекватно трактовать их движение и соответственно более качественно планировать свои действия на них по будущем именно к отображению рынка в золоте и трактовки этих отображений мы перейдем в следующих роликах но через один ролик я чтоб не сильно вас утомлять все-таки разбил этот ролик на 2 то есть после этого ролика 4 части тема золото доллар рубль через несколько дней выйдет последняя пятая часть и потом мы с вами перейдем к сырью фондовым рынком недвижимости другим в следующем ролике то есть последней пятой части тема мы с вами рассмотрим возможная стратегия возврата из доллара в золото и и смешанные позиции в долларе и рубле а также освежим среднесрочный прогноз золото к доллару доллара к рублю если они вызываю у вас рвотного рефлекса то подписывайтесь на наш как с вами канал это поможет каналу сохранится и продолжить делать новые ролики и представлять их вам на этом разве разрешите извиниться перед вами за то что так долго удерживал ваше внимание и может быть заставил наморщить лоб но от конструктивного размышления на будущем морщин не бывает морщины появляются тогда когда это будущее оказывается для вас неожиданным и неожиданно неприятно именно это мы и будем с вами в дальнейшем предотвращать на этом разрешите отклониться и пожелать вам спокойного и уверенного взгляда в будущее до новых встреч друзья в следующих роликах на нашем с вами канале до новых встреч